Почему же мы собираем ту кору, которую насыпали изначально? Мы сделали очень много ошибок. Просто снимаю для вас, чтобы вы таких ошибок не сделали. Изначально мы возле своих туечек из леса привозили вот такую мульчу в виде шишечек и еловых веточек. Смотрится все достаточно красиво. Солнышко засвечивает. Смотрится очень все красиво. Но потом мы нашли прекрасное место, где продается прекрасная кора. Крупная кора, средней фракции кора. Мы посмотрели, что кора тоже очень красиво смотрится. Потому что шишечки темноватые, а кора вот такого красивого коричневого цвета. В общем, не суть. Мы уже не стали убирать шишки, которые мы таскали в том году. Целую осень из леса. Мы на эти шишки насыпали красивой коры. Шишки служат как и мульчирующие, как и удобрение для почвы. И от сорняков. Но мы не сделали самого важного. Нам нужно было под кору. Это вот сейчас мы уже везде делаем. Я посадила мяту. Еще один вид. И вот теперь я под вот эту кору красивую. Я стелю укрывной. Который потом декоративно закрываю. Почему это надо делать обязательно? Во-первых, у вас не будет вот такой проблемы, как у нас. Как бы вы не чистили от сорняков, они все равно сквозь кору пробираются. Это же сорняк. Смотрите, пожалуйста. Вот он. Плюс, конечно, идеально вот этой мульчи, что вот так вот сорнячок, видите, забирается. Очень такая почва получается. Ну вот там надо подогревать уже к другим. Брать инструмент. В общем, что мы хотим сейчас сделать? Поскольку мы вот эту площадочку, да, мы ее выкопали. Здесь у нас внизу идет дождевая вода, труба, да. Мы сейчас увеличили площадь для корневой системы наших елочек, да. И очень лениво собирать мульчу. Очень лениво. Рассыпать ее намного приятнее. Но мы хотим собрать эту всю мульчу оттуда, разровнять эту всю земельку, застелить укрывным и уже сверху насыпать мульчу. Таким образом, сорняк ведь будет находиться под укрывным, да, и у него не будет ни солнечных лучей, да, будет только влага и будет сверху кора. В общем, таким образом спасаемся от сорняков и делаем, ну, делаем красоту. Посмотрите, какая малинка у нас. Первый год малиночки нашей. Красотурочка сладкая, присладкая, желтенькая. Ну, и Вова, конечно же, помогает. Помогатель ты мой золотой. Ну, и, как говорится, глазки боятся, ручки все делают. На самом деле, почему-то мне казалось, что собирание мульчи – это так нудно, долго и бесконечно. Собирали мы ее, там, пять минут с Вовочкой. Вот. Очень рекомендую, на самом деле, вот так вот время от времени переворачивать эту кору, да, либо промывать, потому что вот от того воздействия с корой, которое у меня произошло во время ее сбора, да, вы дышите этой корой. И это невероятно полезно. И, ну, на самом деле, нет ничего сложного в том, чтобы ее собрать. Вообще, я еще рекомендую при собирании коры красивые вот эти вот отдельные фрагменты, которые вам нравятся, складывать в отдельный пакет. В следующем году, когда я буду ее собирать снова, чтобы просушить, промыть, я обязательно это сделаю. Ну, вот, собственно говоря, не так уж сложно укрывным это все закрывать. И вот здесь я уже немножко набросала той коры, которую мы собирали. Ну, и, конечно, сверху будет новенькая кора. Так красиво смотрится зеленая на черном. Такой классный контраст. Может быть, есть здесь бы черная кора. Представляете, как красиво было бы. Но не суть. У нас уже куплена такая, поэтому делаем. Мне так нравится все вообще. В мульчу мы посадили наши вот эти хвойники, которые растут не более двух метров, то есть такие мелкогабаритные, скажем так. В мульче у нас облепиха и туи. В мульче у нас тут туюшки и весь виноград. Ну, музыка, да. У нас все под музыку, иначе работать невозможно. И сейчас еще покажем, где у нас мульча. Мульча у нас каждое деревце, да. Поскольку я где-то слышала, что окопано должно быть ровно столько, сколько крона деревьев. Поэтому у нас мульча везде. В кустарниках. Вот мульча еще у меня готова, чтобы засыпать вот здесь. Непосредственно жимолость. Вот, да. То есть абсолютно все деревья у нас замульчированы. Ну, и, конечно же, зона мяты. Шишки мы здесь оставили одну сторону. Не знаю, пора до времени. И вот мяту. Возле вот этих имитаций камней искусственных, да, с напылением натуральных, тоже идет вот так вот мульча. И здесь мята. Туда мы не стали мульчу, потому что там, скорее всего, пойдут камушки. Просто обычные камушки, чтобы, потому что септик, скважину, ну, ее надо открывать, эти камушки, чтобы было удобно, был доступ. И очень красивенько смотрится. Посмотрите, как. Ну, красота. Конечно же, мятушка будет здесь разрастаться, потому что я ее только посадила. Вот неделю, как я ее посадила, эти кустики. И, в принципе, видно, что они принялись. Все хорошо. Ну вот, собственно говоря, закончили. И вовремя закончили, потому что пошел дождик. Невероятно красивая кора, когда мокрая. Невероятно красивая кора, когда сухая. Невероятная красота. Запах просто обалденный. Я довольна. Я очень довольна. Мы сюда еще пару камушков притащим. Один уже притащили. Да, очень хорошо он здесь вписывается с корой яшма. Фу, запыхалась. Однако. Вы знаете, как будто так и было. Как будто ничего и не было. Конечно же, колоссальный плюс в укрывном. Что-то мне не понравилось. Во-первых, можно собрать спокойно кору, просушить ее, промыть ее, пролить от вредителей. Да, на зиму. Поменять ее. Ну, то есть, в любом случае. Это занимает, собрать эту вот всю кору, занимает 10 минут времени. И только из-за того, что там укрывное было бы. Земелька было бы по-другому все. В общем, я очень довольна и эстетикой, и запахом, и внешним видом, и тем, что делает все-таки кора для почвы. Ой, кто молодец. Я молодец. Это я. Да. Все сама. Да. Ну, умничка.